Всем привет! В этом видео поговорим о том, что жители Прибалтики шокированы рекордным ростом цен на электричество и отопление. Жители трех прибалтийских государств Эстонии, Латвии и Литвы активно обсуждают в социальных сетях очередное повышение цен на электроэнергию отопление. Их всячески пытаются успокоить местные власти, обещая возможное снижение цен когда-либо в будущем и обвиняя в текущей ситуации Россию в лице Газпрома, отказавшегося поставлять свой газ на европейский спотовый рынок. За последний год расходы на коммунальные услуги в Эстонии, Латвии и Литве выросли более чем в три раза, и это далеко не предел. К примеру, для латвийских жителей, по данным Центрального статистического управления Латвии, средняя цена за электроэнергию за декабрь оказалась сразу на 24% выше ноябрьской цены. В соседних странах, Эстонии и Литве, декабрьский тариф за электроэнергию вырос на 20% и составил 188 евро за мегаватт в час. В России, к слову, по данным Интеррау, средняя цена за мегаватт в час является самой низкой в Европе и составляет в расчете на европейскую валюту 59 евро. Прибалтийским государствам, пока еще получающим остатки электроэнергии с российского энергокольца, сильно повезло, поскольку не имеющие доступа к нашему энергокольцу немцы платят за электроэнергию под 400 евро, то есть в два раза больше прибалтов. Россия и Белоруссия до конца 2024 года будут поставлять по единому энергокольцу всем странам Прибалтики около 5 миллиардов киловатт-часов в год. Однако с 2025 года принципиальные прибалтийские государства, по примеру Украины, отключатся от российской и белорусской энергетической системы и подключатся к энергосистеме Западной Европы. С этого времени Прибалтам, ввиду отсутствия собственных источников энергии, придется закупать гораздо более дорогую электроэнергию в Польше, Швеции и Финляндии. Это неизбежно приведет как минимум к двукратному росту цен за электричество и отопление для жителей Прибалтики. Однако уже сейчас, по данным Союзу самоуправления Латвии, текущие тарифы на услуги ЖКХ являются неподъемными для 40% населения. Люди задерживают оплату и требуют введения льгот. Однако субсидировать оплату коммунальных услуг небольшие бюджеты прибалтийских стран попросту не в состоянии, за исключением Эстонии, правительство которой субсидирует до 80% расходов на оплату ЖКХ. Однако, как долго это будет продолжаться с учетом неизбежного дальнейшего роста цен неизвестно.